нет 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 у меня же юра футболист и юра всю жизнь мечтал чтобы у нас был сын и чтобы он был футболистом мы еще мы еще не заплатил то есть мы планировали но это все было в планах а когда узнали что еще мальчик мы сразу поняли что это будет футболист нет 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 мы с самого начала хотели чтобы он был футболист потому что у юры карьера не получилось с футболом у отца его и он очень сейчас мечтает чтобы кучу сына это получилось сначала сложно мне хотелось чтобы да он как бы шел больше по научной части больше занимался нового учеба и всем прочим потому что спорт немножко до при препятствии но не означает что абсолютно но но я в итоге поняла осознала что это его стезя потому что больше по папиной линии пошел папа у нас вообще инженер но у них как бы в семье более люди такие вот простого плана может быть мы и хотели в далеком прошлом ей какую-нибудь другую карьеру но видя как она с 2014 года у нас занимается и у нее глаза горят и она ну то есть футбол это на данный момент это уже часть нашей жизни значит пришел тренер это был по моему корзун сергей владимирович это было районное спортивное вот объединение образовалась команда на уровне нашего района первомайского и отбирал наиболее талантливых детей он их просматривал прям в школу его был в первом классе и он отсматривал значит пригласили заранее детей много там их на сотни пришло но в итоге вот егор был отобран сначала было недалеко сначала это вручев в военной части там был стадион и он там занимался с командой потом эта команда преобразовалась там немножко в другую остались такие наиболее стойкие ребята даже здесь мы его возили то есть всегда пока он был маленький особенно папа больше вот его отправлял но были случаи что я тоже то есть когда отец не мог то я тоже его привозила и он старался занимался ой ну конечно все это мешало школе потому что никита занимался не только футболом он занимался еще и каратэ три раза в неделю он ходил на каратэ еще дополнительно и поэтому приходилось это совмещать естественно футболу никогда не пропускал и естественно выезжал на соревнования и по чемпионату по каратэ и в борисове постоянно было как по каратэ но естественно времени не хватало на учебу но он так любил футбол и каратэ что мы естественно это все пытались совмещать пока это было возможно она занималась художественной гимнастикой она все время у нас спрашивала мама могут ли заниматься девочки футболом или хоккеем мы всегда я всегда я говорю дочень какой футбол для девочек или хоккей то что это же не женский вид спорта мы выходили в один из дней со школы с художественной гимнастики занятия она увидела объявление на школе набор девочек на футбол и говорит о мама ты мне говорит говорила что нету женского футбола и был был телефон тренера вот она мне неделю мама позвони мама позвони позвони тренеру мы все думали что она забудет и как-то этот вопрос все откладывали в долгий ящик ну в итоге мы позвонили тренеру тренер нас пригласил на пробное занятие когда мы пришли на пробное занятие ну мы решили что она сразу загорелась сказала мама на художественную гимнастику я больше не хожу я буду я буду с мячиком я говорю хорошо это был наверно где-то третий класс она была в третьем классе вот и ну мы решили с мужем что ничего страшного она походит как бы ей это надоест и она бросит но как видите с 2014 года она у нее глаза горят у нее когда началось немножко получаться она сказала нет мама все это часть жизни нашей семьи получилось так что мы приехали в борисов и был чемпионат по карате и в тот же день был футбол а он был уже капитаном команды и он выступал значит на чемпионате и он занимал первое место и мы понимаем что мы на футбол не успеваем то есть надо что-то делать мы естественно не вышли мы не вышли значит на чемпионат и короче собрались и полетели на футбол по дороге нас по дороге нас остановила милиционер и собирался штрафовать гаишник но тогда мы сказали что вот здесь сейчас было каратэ там футбол и мы с динамо и он нас отпустил и сказал счастливого пути и мы успели на футбол и мы решили что ну дальше так не может продолжаться и решили что никто должен заниматься только футболом но это было его желание говорили ему что в спорте как и в любом деле важно проявление усилия желание добиться результата укрепление силы духа вот в контексте того что иногда спортсмены либо команды одинаковы в плане физической подготовки но надо вот это внутреннее устремление человеческого духа до чтобы победить и он как-то постепенно это усвоил и он понимал что старание желание победить именно тяжело в учении легко в бою вот в контексте того что привело к тому что его достигал определенного результата я сказала что если ты будешь тренироваться ты можешь быть даже лучшим бортарем в мире даже не то что в беларуси если стараться что касается игры которые домашние мы смотрим все на стадионе мы как бы стараемся с мужем всегда ее прийти поддержать на на это на футбольном поле ее команду если игры какие-то выездные недалекие близлежащие к минску мы тоже всегда их посещаем на стадионе то есть мы всегда нас на стадионе рядышком с командой но естественно я постоянно смотрю по телевизору это но периодически я езжу на его матчи особенно когда он был его отдали в смелевиче да и когда он солигорске выступал шахтером я знала что выпустит на все два тайма естественно было интересно очень посмотреть как он выдержит этих два тайма и как он отыграет я была в восторге как он играл этих два тайма и как они дружно играли и он был там лучше лучше игрок ему присвоили мне было настолько приятно что я поняла что иногда надо все-таки ездить и присутствовать чтобы сын чувствовал матери поддержку не по телевизору она игре мы никогда не наказывали но мы говорили о том что многое зависит от тебя сынок что любое старание но есть приводит в итоге к какому-то положительному результату к успеху что именно надо проявлять силу духа и желание добиться результата вот это у нас было это самое главное как бы понимаете мы его никогда не наказывали честно потому что он не делал ничего такого чтобы но что отметки я понимаю для всех и родителей это очень большой показатель а я считаю что ребенок должен ходить в школу до учить уроки но не зацикливаться там на предметах которые ему не надо человек должен выбрать себе профессию и идти целенаправленно вот к этой профессии а тем более он с детства любил футбол и у него мечта стать знаменитым футболистом ну я не знаю получится у него это может быть получится может быть нет я бы хотела чтобы у него получилось конечно мы за учебу никогда не наказывали потому что ну как бы принцип в нашей жизни в нашей семье что мы никогда не ругали ее если что-то плохо мы значит садились с ней обсуждали почему так получилось почему это плохо то же самое что касается и в учебе и в спорте то есть мы с ней разговаривали и ну как бы она наверно сознавала и у нее не было плохо на то есть она не училась плохо она на доске почета в школе висела но я бы хотела пожелать чтобы мамы никогда не препятствовали своим детям и чтобы дети сами делали выбор по отношению к спорту по отношению к профессии никогда нельзя за детей решать что они должны делать потому что у детей своя жизнь и свой выбор и если родители будут мешать своим детям то ну я считаю что дети в жизни не добьются того чего бы могли бы добиться потому что они же стремятся они же любят это им это нравится а когда они будут заниматься другой профессией и идти по другим стопам во первых это будет неинтересно и скучно и никакого желания а дети должны с азартом с желанием это все делать и просто любить свое дело и жить этим потому что спорт это святое это дисциплина это организованность во первых и дает большой толчок в жизни быть настырным справедливо организованным я бы хотела чтобы родители все-таки учитывали пожелания детей они шли по профессии там родителей бабушек дедушек это их жизнь главное любить своего ребенка главное любить своего сына понимать что это дар божий увидеть его таланты и раскрыть их помочь ему раскрыть их понимается в какой-то сфере может быть кто-то это будет великим ученым кто-то художником кто-то музыкантом а мой сын это спортсмен футболист вратарь это его стезя и мы это осознали хочется пожелать чтобы они своих детей поддерживали чтобы они всегда находили слова поддержки когда что-то у ребенка получается и не ругали еще он футбол футболом не занимался ему было три года плохо еще говорил но говорил но у него все было на эмоциях у нас была настольная игра и мы с юра играли футбол ну с отцом его и мы когда играли футбол он сидели стульчики и когда он видел вот эти вот моменты все вы бы видели как он реагировал как он кричал у него глаза были по пять копеек вот этот момент и я настолько запомнила что я вам не могу просто передать много моментов было на даче все у нас собирались дети у нас вместо огорода поле было футбольное ворота были нам сделали специальные ворота ребята на заводе вот такие вот небольшие метр на метр и сетка еще была и вот они играли постоянно вот когда целое летошник это на даче был мы на нанимали человека которые ну и сами были летом я в основном с ним и мы приглашали детей они все там носились единственно соседи ругались из-за того что мяч попадал то в теплицу то стекло то еще куда то но чтобы не случилось на даче всегда виноват наш был участок и никита потому что везде дети играли футбол разбивали стекла но и никита же футболист все надо было сваливать только на нашего никита но мы к этому привыкли потому что в детстве нас было трое у мамы моей я тоже бывшая спортсменка и чтобы не случилось мы были самые активные и самые такие как вам сказать ну наверное общительное то же самое чтобы не случилось это только были мои виноваты я к этому привыкла мы всегда поддерживали алину всегда были с ней но вот всегда с папой мы были на всех на всех ее матчах на всех тренировках то есть мы ее и привозили и завозились то есть мы настолько как бы посвятили то есть футбол стал частью нашей жизни и поэтому на все выезды а когда она еще была в в командах ну вот поменьше возрасту мы всегда были мы всегда были с алиной с командой всегда их поддерживали и даже в команде они мне дали кличку мама света а